Время идёт, подрастает малыш. Молодая мама Натальи Косарева ждёт супруга с передовой. Её мужа Семёна мобилизовали 24 сентября. Решено исполнить долг и даже не раздумывать. Ну, естественно, у нас и слёзы были, и всё было. До сих пор плачем. Мы ждём. Сейчас связь с любимым налажена, но жизнь Натальи не назовёшь простой. Каждый день она волнуется о муже, и только улыбка и смех маленького Егора помогают справляться с переживаниями. До декрета Наталья работала учителем иностранных языков – французского и английского. Она и сейчас индивидуально занимается с учениками, чтобы не потерять сноровку и свой доход. Супруг Натальи исправно присылает деньги. Также оформлены и государственные пособия. Оформляли 20 тысяч, которые нам губернатор выделял на ребёнка, и проездной я оформляла через соцзащиту. Зарплаты мужа, да, и декретные по уходу за ребёнком. Всё лучшее детям. Наталья покупает качественные подгузники и пелёнки, их вводит в кружки. Примерно 20 тысяч в месяц необходимо для комфортного и интересного развития. Но всё же много поддержки не бывает. Наталья не отказалась бы от дополнительной помощи. И цены растут, и потребности подрастающего поколения тоже. Массейн мы посещаем с месяца. Хочется, чтобы для ребёнка тоже было побольше. Выход есть. Вскоре семьи мобилизованных будет уделяться больше внимания. Алексей Русских подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей участников СВО. Согласно документу, расширяются категории получателей и добавляются новые пункты. Члены семей военнослужащих, добровольцев, сотрудников Росгвардии и ОМВД России, которые командированы в зону специальной военной операции. Также мерами поддержки могут пользоваться дети, проживающие в семьях участников специальной военной операции, в том числе и неродные дети. Главное, чтобы в органах ЗАГСа был зарегистрирован брак между супругами. Также можно будет перевезти ребёнка без очереди в любую школу или садик по желанию родителей. Согласно указу, детям предоставят и бесплатные путёвки места отдыха, расположенные в Ульяновской области. Напомним, в послании Федеральному собранию президент России объявил о необходимости единого подхода к оказанию помощи семьям наших защитников.